Но нет, начитается у нас все-таки первый последний раунд. Команда Хероик в защите. Нави будут атаковать, и у нас уже, возможно, первый контакт на банане. Там находится Эстаг. Бумни сейчас забривает Снэпи под флешку Ставана. И Эстага пока еще не проверили, хотя пытались. Прошути Ревяхин, но Эстаг в ровно посредине не был. Сейчас Эстаг будет принимать. Его пока что опять же не видят. И Боров находит еще один минус для команды. Хероик погибает, возможно, где-то еще один напорник. Нет, это был фраг на Электроника. И уже два в пять. Уже один в пять. Эстаг находит еще один минус. Только один Симпл остается в живых. Тоже погибает Саша. Это пять в ноль. И почти, по-моему, даже все фраги были хэдшотами. Хероики очень уверенно прошлись по команде Нави. Да, первая пистолетка без каких-либо проблем здесь уходит в пользу команды Хероик. Отличное начало за защиту для этих парней. Ну и бомбы не стояло, что очень обидно. Мы знаем, насколько хорошо и удобно сейчас начинать именно за сторону атаки на половины. Потому что, в принципе, устанавливаешь бомбу, проигрываешь пистолетку. В любом случае у тебя будет хороший байп, проигрываешь пистолетку. У тебя все равно есть какие-то деньги по две тысячи. Но вот Нави решают сейчас сделать экономический раунд и уйти в третий раунд с хорошими девайсами. Но счет, опять же, должен становиться 2-0 в пользу команды Хероик. У них все замечательно по девайсам. Есть две формилки. МП-9 для Эстага, МП-9 для Снэпи, соответственно, ФАМАС для Кедина, две эмочки для Борупа и Ставна. Но у Нави из, опять же, недефолтных пистолетов есть только Диггл, П-250 и две штуки. Да и все. Два голока. Поэтому здесь ничего не должно сверхъестественного происходить. И Хероики должны его забирать крусфайром. Причем очень уверенно стоят. Кедина уже оформляет фраг на Флейме. Ну и также есть информация по остальным игрокам команды Нави. Симпл уже пострадал. Два ХП у него остается. Ну и ситуация 5-4. Ну смотри, Снэпи тоже получает дэмэдж. Вроде бы даже хэдшот влетает. Но это был не Диггл. И только по 250. Соответственно, Снэпи оживает. Там формилка в руках. Даже если бы погибал, было бы не так страшно. Но, с другой стороны, Нави теряет свое преимущество, как бы то ни было. Его можно было бы назвать, наверное, здесь. Но нет. Все-таки экономически без какой-либо флешки можно было бы, в теории, залететь на ребра. И попробовать хоть кого-то под нее забрать. Либо дальше пробежать хотя бы в какие-то позиции. Ставан пока что в стол разбирается с Бумычем. Следующий на хэлпе был Гардиан. Кстати, Ковач нашел для себя минус. Минус Ставан. Но это по-прежнему 2 хп и 7 уже. Симпл падает. И только один Гардиан должен справляться хотя бы с кем-то из запорников базы Беннадзе. По-прежнему два человека. Ничего, это также бусты. Но, как вариант, шансов бы не было и так. 2-0 за командой Хероик. Ну и теперь мы увидим с вами первый девайс на раунд. И от команды Нави, и от команды Хероик также. Коэффициент от нашего партнера париматч на победителя в рамках первой карты. 1-44 на рожденных побеждать на Нави. И 2-65, соответственно, на команду Хероик. Смотрим закупку, друзья. Это хорошие винтовки. Здесь снайперскую винтовку мы не увидим от Гардена. Денег не хватало. Опять же, понимаем, что и не ставилась бомба ни на первом, ни на втором раунде. Это было почти невозможно сделать на втором. Но вот на первом также 5-0. Все очень легко произошло для именно ребят из команды Хероик. Откинули хаешки на банан по раннему таймингу. Здесь никого не было из команды рожденных побеждать. Поэтому также дамага и не внесли. 100 хп у всех игроков на карте. Минута 30. Третий раунд начался. Нет, но пока еще пытается, наверное, занимать дугу. И вроде как есть игроки атаки на апартах. Симплач не взорвали. Остается очень мало хп у Саши. Саша пытается выйти на контакт. Не получается забрать ни одного, ни второго. Но по-прежнему информация должна быть, что кто-то находится в упоре. Правда, по хп Симпла, наверное, информации точно нет. И Саша уходит подальше. Замещает его электроник на позиции дуги. И Гарден также подходит. Попытается вскрыть эту позицию. Но игроки команды Heroic зашли дальше уже в B-Plant. И будут работать издалека. Хотя вот есть игрок на гробах. И пытается его электроник выманить. И как-то хедшотом, возможно, пробить. Но не представляется игроке защиты вообще. Даже не на сантиметр. Поэтому тут будет сложно выбивать. При том, что у самих Na'Vi раскидки не так много. Остается буквально пару флешек. И даже смока, как я вижу, нет в наличии. У команды Na'Vi. И это большая проблема. Потому что как заходить на позицию, не имея смока. И приходится или придется уже. Просто подставляться под все возможные позиции, которые предложит команда Heroic. Да и не сказать, что времени-то много. 29 секунд остается. Нужно вот уже действовать быстрее. Бумыч это понимает и быстренько забегает на лонг. Это будет попытка сплитовать ассайт. Насколько я понимаю, через лонг плюс шорт. Здесь эстаг вместе со своим тиммейтом должен работать по своей позиционке. Эстаг с МП-9 Бора в тюрьме спрятался. Но не смог не попасть ни по кому. И вот он сплит. Отлично отрожденных побеждать. Бумыч закрывает Бора. По электронику убивает эстага. Бомба успеет установиться. Ну и Херойкам здесь просто-напросто нет выхода другого, как идти на сейв своих девайсов. И первый раунд будут забирать ребята из команды Natus Vincere. 2-1. Хорошее начало. Опять же, да, можно было понять, наверное, что сложно будет сейчас команде Na'Vi. Но оппозиция тюрьмы не сработала. Не сделала фрага. Там еще и сплитом зашли с шорта. И, в общем-то, очень легко скрыли опорников в точке. 2-1. И самое что главное в этом раунде для Na'Vi, экономика потихонечку бустится. Потеряли всего одного гардена. Потенциальная денюжка будет. Не, ну ты видишь, еще дачане сделали упор на базу B. Там было три опорника. Подумали, что Na'Vi могут пофриковать. И вторым заходом уже отправиться на ту самую точку B. Ну и да, на Афгленте вроде бы была одна эмка. Тут чуть, кстати, теряют ставна. Игроки команды Heroic это уже неприятный момент. Потому что был личный девайс потерян. У команды не так много и денег. Ставн 2 500. Стак 1400. И бороб 3 700. Но ребята закупаются. Поэтому вроде как проблем нет. Там Кэнен может дать дроп. У него 4 600 в наличии. Так вот. Heroic сделали упор на базу B. Подумали, что может быть какой-то выход. На А базе была фармилка. И вот та самая тюрьма, которая не сработала. Для команды Heroic даже фрага не получилась. Но, опять же, здесь Na'Vi ждали позиции команды Heroic. Понимали, что никто не подставляется. Нет никого на больших песках. Как мы видели, там где-то за бочка возле сена тусовался игрок защиты. Которому как раз таки не получилось сделать тоже ни одного минуса. И у нас снова девайс на раунд. 2 фамаса в наличии команды Heroic. Пока что без АВП играет. И одна и вторая команда. Поэтому есть шанс пока что для Na'Vi действительно в ближней дистанции, в средней дистанции повоевать. А против, возможно, не самых сильных девайсов. Электроника здесь могут нашить. На самом-то деле попадают по нему. А Элик выходит в свою очередь и убивает одного. Снэп и уже пал второго. Пытается очень сильно дамажить. Ставн 43 хп с Глока. Тут пытается добить. Там еще и Молик его сжигает. Гарден помогает электронику. И вот, пожалуйста, вскрывают, по сути, этот самый бестсайт. Правда, уже хелпа пришла от ребят из команды Heroic. Здесь два игрока находятся. Но, опять же, это 5 в 3. Здесь в любом случае Na'Vi обязаны этот раунд выигрывать. И посмотрите, друзья, что по экономике. Огромнейшие проблемы у датского коллектива. Поэтому, возможно, если сейчас не сделают первый фраг, там, или лучше два фрага, то сразу задуматься о сейве, уйти и сэкономить свои деньги. Бороб на клумбе. На подсаженной позиции здесь Фамаса находится. Флешки прилетают, смоки прилетают. Также снипал зачекал. Как хорошо, но все-таки не смог справиться по стрельбе с своим оппонентом. 4-3 по-прежнему. Гарден немножко подгорел. Но 50 кп у него по-прежнему есть. Очевидная подсадка на клумбу. И сейчас будет работать Гедиан. А вот Гедиан уже не смог Гардена перестрелять. И бомба будет установлена. Флэйм еще и Бороба взрывает. Это второй раунд для команды Нави. И вот моменты, в которых не везет датчанам сейчас. Они пытались найти в этих смоках свой фраг. Там Электроник, это просто царь и бог этих смоков. Он сидит там постоянно. Вроде попадали, но не было попадания в голову. Не было такого плотного дэмэджа. И поэтому там выжил Электроник. Сам еще раз дал. И тиммейты подбежали. Даже не побоялся Денис с Глаком в перестрелку пойти против более сильного Девайса. Ну и там тиммейты уже поддержали. И Ковач также сработал весьма неплохо. Буст зачекали. Взорвали игроков. И сейчас мы видим действительно только один сейв Девайса. То есть так здесь может не дожить. Потому что идет на охоту Гарзен. И Ладислав Ковач. Иди сюда, мой сладкий. Минус еще один оппонент. Это чистый выигранный раунд для команды Нави. Да, потеряли Симпла. Но все равно забрали для себя второй подряд. Оставили датчан без экономики. И потенциально у нас Нави выходит на третий раунд подряд. Вот опять же в аналитике у нас обсуждалась карта Дэнферно и Дэню. Которые были сыграны против команды Фнатик. Там у нас Нави выиграли у команды Фнатик. Насколько я помню. Тот самый Дэнферно. И там им немножко не хватало. Буквально в ком-то раунде. Они смогли по итогу переломить исход карты при счете 1-7 не в свою пользу. Но как мы видим сейчас. На Инферно подработали. И уже начиная с первого Девайсного. Нави включается в перестрелку. И сами готовы выходить на большинство в счете. А возможно и укреплять его дальше и дальше. Вряд ли. Конечно увидим подобие карты. Как это было в Италии против команды E-Home. Какой-то разрывной счет. Но Нави начинает явно лучше. Чем это было и до этого и в прошлом матче. Ну и вот с деньгами проблемы. У Heroic мы это видим. Здесь всего 5 пистолетов. Опять же всего Юспы. И это попытка кстати укрепить именно А-сайт. Угадать от ребят из команды Heroic. На какой пик будут выходить именно ребята. На какой сайт будут выходить ребята из команды Нави. Ну и ребята не угадывают. Рожденные побеждать уже находятся на точке B. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь Юспы хорошо. На Шоуфлейме. Более того еще СГшку можно быстренькому украсть и убежать. Так и происходит. С тагу главное просто брать и убегать. Все хорошо, замечательно, здорово. Третий раунд Нави будут забирать. 3-2 и выходят в рамках этого Инферно. В первый раз вперед. Ну я думаю, что не в последний. Но эта встреча была против Флейме просто организована. Они как будто ждали того момента, когда покажется игрок с нычкой и будет убивать. Тут еще электроник, кстати. Может погибнуть. Денис сныкается. Нельзя стреляться, наверное. Хотя дает фраг, но теряет свой девайс. Нельзя Нави в таком случае подставляться. С другой стороны, Денису и так было мало времени, чтобы сбежать. И если бы даже пытался скрыться, вряд ли бы что-то получилось. И там уже были какие-то флешки. Надежда найти для себя второй девайс для команды Хероик. По-моему, ничем и не увенчалась. Коэффициенты от нашего партнера при матч на Total 25,5 больше. 1,87. Ну и в принципе, если меньше выбирать, то тоже 1,87. Но обычные коэффициенты в таких матчах, в подобных, даже при игре аутсайдера и фаворита, все-таки расположены к 26,5, к тому дефолтному Total. Но здесь явно наш партнер думает, что Нави здесь прям явный фаворит. На своей собственной карте не будет отдавать или будет отдавать 25,5. Да, именно поэтому то, что действительно Нави считается серьезным фаворитом. И то, что это именно их пик. Поэтому здесь такое вот решение. Ну что, друзья, будем смотреть за шестым раундом. Можно сказать, что это уже закупка от команды Хероик на все деньги. И опять же, очень хорошая история в том, что в прошлом раунде, ребята, Владислав! Какой хороший фраг по своему оппоненту. Ставна закрывает. Есть 5-4 ситуации. Откидывается там, правда, Хаешка. И очень неплохо так дамажит вообще в целом игроков команды Нави. У Гардена остается 14 хп. Но мы все знаем, что это снайперская винтовка. В принципе, с авиком можно работать хоть с 14 хп, хоть с одним хп. Главное, не подставляться и где-то работать ближе, наверное, со своей командой. Откидывается Смоук. Хороший на мид. Закрывает здесь выход команды Нави. Но по-прежнему большинство. Время еще есть. Можно не торопиться. Главное, не совершать каких-то глупых ошибок. Ну и выходить на размены. Этот сайт, этот раунд выигрывать. Снэпи там просто пушит Смоук и находит фраг по электронику. 4 в 4. Мне кажется, он даже не пушил, а сжал по Смаку. И там внезапно оказался один Шарипов, который, собственно, и погиб. Но там у Дениса есть деньги. У команды Нави в целом есть деньги. И тут уже Бумыч через лонг будет убираться. Это будет снова сплит-выход на Аплэнда для команды Нави. И Стак ждет. Но Стак, по-моему, сейчас не понимает, что уже пробрались игроки в библиотеку. И Стак ждет десанта. Но Бумыч оказался точнее. Гарден. Кадин, прошу прощения, был сейчас на планте. Погибает Симпл. Дальше размены. Снэпи находит также для себя минус 2 в 2. Битый Снэпи вместе с Боропом, который уже проходит из библиотеки. Но бомба для команды Нави не стоит. А времени все меньше и меньше. 20 секунд остается для нашей команды. И вот сейчас настает момент истины. Бумыч сможет ли подобрать бомбу? Нужно действовать под тиммейта. Времени еще меньше. И игрок защиты решил не идти через короткое. Пойдет через апартаменты. И уже после поставленной бомбы команда Хероик будет идти в ретейк. И, по-моему, быстро решились выходить. Бороп находит фраг на Бумыче. Флейми остается последним. Егор Васильев должен давать 2 минусы, чтобы выиграть данный раунд. Забирает Снэпи. И дальше сыграть против информационно уже известного оппонента. Нет, не хватает 6 хп из этого Боропа. Это третий раунд для команды Хероик. При том, что Хероик у нас были в меньшинстве в раунде. Но смогли после удачной серии разменов выйти и победить в этом раунде. 4 хп было сейчас у Флейми после контакта с первым игроком на апартаментах. Но и вот не смог все-таки переследовать. Всего 6% здоровья. 3-3, друзья. Опять же, легкой прогулочки здесь не намечается. Все максимально близко. Ну и вот теперь вот я уже вижу по графике снайперскую винтовку. Вот ребята с командой Хероик. Это Ави к накиде. Не будет ремочки от Истага Боропа и Ставну. И Фомас для Снэпи. Ну и должен быть хороший байд для команды Нави. Опять же, у них за спинами уже некоторый стрик из раундов. Поэтому по экономике не должно быть проблем. Во всяком случае, в этом раунде там еще и электроника с Бумычем. Деньги остаются. Опять же, быстрая борьба за Банан. Здесь прокидки уже гранаты идут. Снэпи. Как же просто. Находят двоих игроков в электронику. Один ХП оставляют. Это 5 в 3 ситуация в начале раунда. А ведь время на таймере минуты 30. Но Симпл заходит. Делает фраг по Ставну. Это, кстати, для Саши первый фраг на этом Инферно. И 4 в 2. Большинство для команды Хероик. Но, скорее всего, этот раунд ребята должны будут забирать. Четко приняли. Спалились Нави на Банане. Стали воевать. И не побоялись ни смока, ни флешки. Дальше получили ХЕшки. Дальше уже два фрага для игрока защиты. Это как раз-таки были те самые два минуса для Снэпи. При том, что еще был один опорник возле этого Банан. Это был Ставн, до которого они дошли изначально. Он там мог бы тоже похоронить. Но вот дальше в этой нычке его все-таки нашли. Единственное, как ты уже сказал, фраг для Саши Симпла и для Нави в этом раунде. Фактически. И вот сейчас как-то должен Бумыч разруливать. Потому что на электроника надежды нет с его одним ХП. Его можно убить флешка, если попасть в тело. Но Бумыч пытается пройти сейчас в соло. Через короткий. Его здесь пока что никто не спалил. Но вот есть игрок. Это именно Эстак. На балконе, который должен убивать Кирилла сейчас. Потому что Бумыч где-то очень близок к тому, чтобы подставиться по позиции. Влетает флешка. И Бумыч слепой. Пока ничего не может с этим сделать. Прилетают еще смоки. Молик под Бумыча. Но вот бомба. Выть не можешь, потому что взрыв электроника. И только один Бумыч из этих живых Эстак дает. Еще один минус для своей команды. Четвертый раунд для команды Хероик. И вот вопрос, будут ли закупаться Нави в этом раунде. Потому что деньги есть у двоих. Но нужно, чтобы на пятерых. Скорее всего, нет. До двух тысяч может быть из разряда такого. Две тысячи, две пятьсот, три. Наверное, именно такой будет закуп. То есть виден. Хотя, смотри, по всей видимости, на все деньги получается закупка. Но закупка настолько слабенькая, что вот видим мы пистолет, видим фармган, видим галил и только всего лишь два калашника. Вот настолько слабенькая закупка. Будем смотреть на реализацию этой закупки. По всей видимости, это план быстрого Б-сайда. Кейдин находит фраг по Симплу. Флейми убивает став на Снэпе. Здесь только лишь один фраг Гардиан на размене. Со своей чешечкой находит фраг по Снэпе. Три в три ситуация. И вот это уже неплохо. Для команды Нави, но есть одна маленькая проблема. Они оставили бомбу. Сейчас Гардиан пойдет за ней. Стак здесь пробежал вроде как Гардиан. Все хорошо. А Элик заметил. И это легкий фраг для Электроника. Три в два большинство. Для команды Нави этот раунд можно оборачивать в свою пользу. Но подставились дачане. Как это было видно сейчас на перестрелках. И очень грубо сыграл Эстаг, наверное. Вышел под две позиции. Не знаю информации по тому, где находится игрока команды Нави. Ну и, как мы видим, уже планет занят. Электроник, правда, еще без тиммейтов на пленте. И, как факт, без бомбы. Вот только сейчас Ковач с бомбой за плечами передвигается в направлении плента. Ну и команда Хероик вдвоем также находится под асайдом. Не передвигается дальше игрок атаки. И команда Нави с поставленной бомбой будет сейчас отдефать. То самое Гардиан получает еще одну хаешечку под ноги. 20 хп остается в наличии. Бороб получает прострелами. И теперь уже точно для датчан должен быть сейв. У них самих денег не так много. Будут закупаться там, когда у нас дроп. Снэпи купит себе сам Бороб. Тоже, наверное, дропнешь этот тиммейту. Как раз таки из тагу и ставну не хватает для того, чтобы купить себе девайсы. И 4-4. У нас такие качельки возникают на карте Д'Инферно. Обе команды. Ну, сколько там было преимущества-то? Изначально был счет 2-0. Потом 3-2 в пользу команды Нави. Потом 3-3, 4-3. И, в общем-то, больше, чем 2 в раунда разницы у нас на карте Д'Инферно-то и не было. Качельки, да, у нас с вами на Д'Инферно. Ну, и, в принципе, наверное, и нужно ждать. Мы все привыкли, что карта Д'Инферно достаточно близкая карта. Опять же, всегда, очень часто мы видим там счета близкие за 10 раундов. Что-то из РТ-16, там, 13-14. Тайм-аут просит ребята из команды Heroic. Сейчас быстренько все это дело поставится, насколько мы понимаем. И все будет замечательно и здорово. Нужно поговорить, нужно обсудить. Действительно, здесь против команды Нави, наверное, не самым лучшим образом сыграли ребята из команды Heroic в этом раунде. Очень быстро раунд получился по точку B. Опять же, хороший размен. И вот фраг, который, наверное, даже в какой-то момент решил исход этого раунда. Это фраг от Электроника по своему оппоненту, который запушил мид. Счет становится 4-4 по закупке. У Нави все здорово, все более чем хорошо. И вот мы видим теперь уже закупку команды Heroic. С ней небольшие проблемы есть, но есть снайперская винтовка для Кедина. Это хорошо. Есть фамаз для снэпи, две винтовки. Что будет у Боропа? Вот в чем вопрос. Скорее всего, должен быть какой-то девайс. Возможно, он просто еще не подобранный и лежит где-то на базе. Потому что вряд ли он будет играть именно с Юспом. Да нет, там должно быть все нормально. У нас еще один тайм-аут также в наличии. У нас сообщались обе команды. Как мы видим, сейчас Блейд рассказывает своим ребятам, что кому, куда идти. И там тоже тренер команды Heroic был задействован во всем этом действии. Видимо, Блейд шурит, потому что все смеются. Смотри, как интересно. Сначала взял тайм-аут тренер команды Heroic. И сразу же после именно этого тайм-аута берет тайм-аут тренер команды Na'Vi. То есть тайм-аут на тайм-аут. Это очень интересный момент. И сейчас как раз-таки это может сыграть. Для команды Na'Vi, может быть, сейчас Heroic думает, ага, они будут играть какой-то другой тактикой, потому что они взяли тайм-аут. Сейчас обманут нас, а мы постарались обмануть их. И вот сейчас такая путаница будет. Интересно. Интересно будет посмотреть, что вообще в целом команды надумают на этот девятый раунд на Инферно. Ну, вот вроде-то все так серьезно и все с тайм-аутом. Но я смотрю на кепки команды Heroic с этими пумпонами новогодние. Прям есть такие в продаже? Я бы себе взял. Чисто просто ради дизайна и того, что они довольно веселые. Напиши, мне кажется, могут тебе достать. Слушай, ты скоро Новый год уже. Время чудес. Время чудес, да. И вот такие все вещи. Что-то у нас пауза немножко подзатягивается, но вроде как... Куда пошел Blade? Что-то случилось. Это, видимо, уже не тактическая пауза, потому что действительно длится она очень долгое время. Сейчас, и как мы видим на эпицентре, можно общаться и во время тайм-аута, и своего и вражеского капитана одной-второй команды. И вообще игроки сидят, потому что на турнирах, по-моему, ESL, а там общаться нельзя. Взяли тайм-аут вражеские игроки, и ты сидишь, молчишь, ничего нельзя говорить. Даже во время технической паузы нельзя общаться. Ни в чате, ни в войсам, нигде. И вот это довольно грустно, скучно, потому что сидеть в полном вакууме, ничего не понимая, кроме того, что ты видишь, это вот только один шутит. Зато можно, не знаю, подумать о чем-то своем, подумать, как ты будешь разыгрывать конкретно свою позиционку в следующем раунде. Много мыслей или водички попить, тоже как вариант отдохнуть, немножко собраться. Но вот действительно сейчас общаются ребята. У Владислава хорошее настроение. Сегодня вроде как выглядит очень неплохо. Гардиан, пока мы, правда, не видели его со снайперской винтовкой, возможно, именно поэтому все получается, пока именно решили изменить тактику. Нет, подожди, он же уже был с авиком сегодня очень неплохо в плане того, что он дважды попал через стену по оппоненту, добив... Я, по-моему, один раунд дабыл как раз всего лишь. Да, и с авиком он как раз таки был однажды, но я думаю, что ты в отчасти прав, что на Инферно за атаку можно действовать и без АВП. Если будет уже надоедать снайперская винтовка от Кэдина, при том, что, опять же, могут дача не сыграть в два авика, тогда я думаю, что Ковача подключит, опять же, с этим девайсом вновь против датской команды, но пока что были попадания, при том, опять же, два. Два хорошие, и стоит надеяться, что мы сегодня увидим хорошие снайперские дуэли со стороны обеих команд, и у нас все смеются. Можно к ним там весело? Да, пойдем, конечно. Слушай, я открыл таблицу Чку по фрагам, как раз таки на первом месте команды Нави идет Гардиан с шестью фрагами, 6 на 5, дальше идет Электроник 5 на 5, Флейми 4 на 5, Бумыч 2 на 5, и вот Симпл пока что на пятом месте, 1, 2, 6 у него статистика, не все пока что получается, но нужно, конечно же, врываться еще в рамках этого Беста 3 председания. Здесь нужны все, потому что Хероика, опять же, мы все прекрасно понимаем, что это соперники достаточно серьезные. Они в хорошей форме сейчас, набрали действительно хорошую форму в последнее время, поэтому нельзя недооценивать оппонента. Вообще никогда, вообще всегда нужно говорить, вот у меня оппонент, какой бы там ни был, даже команда Ихом, даже вот сейчас у нас действительно был Виталити, да, матч против команды Ихом. Виталити на первой карте где-то близко сыграли, даже если ты, опять же, да, помнишь, на первой карте был счет такой близкий, что кто знает, может быть, там Ихомы на защиту могли взять первую карту, но вот после этого Виталити поняли, что нет, ребята, давайте лучше вторую карту проведем замечательно, без сюрпризов, без интриги, и сделали счет 16-12 там был на первой карте. На первой, да, а вот на второй уже 16-1. Тот самый один, но все-таки раунд. Да, непростые у нас вещи, и если говорить снова про Инферно, как мы уже поняли и посмотрели в аналитике, 100% инвентрейт у команды Навин, там только 4 карты сыграно, но вот у самих Херойков здесь 17 до Инферно, и 2 трети карты не выигрывали, тоже 65%, даже чуть больше получается. За ними и у Херойков эта карта очень сильная, они также побеждали команду Фнатик не так давно на этой карте, но, 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 я вот не могу найти этот матч, наверное, не так уж и важно в целом, они умеют играть эту карту, и вопрос, не ошибка ли была пикать до Инферно команде Нави против такого сильного оппонента, при том, что они уже им проигрывали, они понимают, что эта команда мощная, сильная, и то, что играется до Инферно, но, видимо, решили, что у них есть какие-то наработки против этой команды, демок там куча, можно разбирать, и за день не разберешь, что они там происходят и как они воюют, и, да, вроде бы у всех хорошие настроения, все что-то смеются, радуются, кроме людей, которые смотрят данный стрим, потому что, потому что матча нет, прошло 8 раундов, мы, конечно, молодцы с тобой, но вот люди пришли посмотреть, явно не на нас, не на нас послушать, и хотелось бы, конечно, матча, которого по какой-то причине не продолжается, я не знаю, что произошло, вроде бы никому комп не чинят, никто там не болеет, все уже попили, посмеялись, надо бы как бы матч начать, и что-то там уже, да-да-да, массаж у нас сделать, вот, пусть массажа... Можно еще всех, да, конечно же, но это тоже достаточно такой интересный метод, опа, в гляделочке можно поиграть в этот момент, ну, здорово, конечно, у всех все замечательно, и это не может нас не радовать, ну, что сказать, матчи пока нет, но в целом он есть, и это определенно праздник для всех-всех-всех, и, наконец-таки, начался эпицентр, потому что я вспоминаю уже вот на протяжении месяца, на всех турнирах мы говорим, что вот, скоро там уже такое предновогоднее настроение, скоро будет эпицентр, а вообще, 21-22-го мы все будем вас ждать в Крокус-Сити-Холле, и вот это все, и вот он начинается, наконец-таки, эта неделя, всю неделю этот замечательный праздник Контер-Страйка, команды будут сражаться, самые сильные, опять же, пройдут выходные матчи на Лан-Стадию, ну, и, разумеется, друзья, будем мы всех ждать. Слушай, а давай интересно вот чисто посмотреть, ребят, кто придет в субботу и воскресенье на Лан-Стадию, пишите плюсик, вот, а кто не придет, пишите... Ничего не пишите. Не пишите. Ну, что-нибудь пишите, но не плюсик. А вот мне интересно, в чате есть бан за плюсик? Потому что ты, возможно, Саша всех подбатил на бан. Один плюсик. Один плюсик? Не надо много плюсиков. Нет, подожди, подожди, там у нас еще задержка на отвече, поэтому через минуту ты примерно свой плюсик увидишь, и в этом отношении все будет нормально. Тут, Саша, полетел в чат просто после массажа. Хотел бы себе такой массаж? От тренера команды Хероик? Да. Ну, знаешь, такой странный вопрос. Если я бастил играл и был в напряжении, наверное, да. А в обычной ситуации, когда я, например, чилю так где-то в отеле там или сижу, вряд ли. Это, знаешь, такой двоякий вопрос. Я все передам тренеру. Он будет недоволен. Окей, Флэмми тоже понравилась шутка, но это уже, видимо, по другому вопросу. Ох, да инферно, когда же ты начнешься? Когда же ты продолжишься? Ох, какие компы крутые крутятся, там все вертятся. Вот мне бы такой один, я был бы счастлив. Ох, все так говорят. А потом думают, о, у меня бы еще один. Знаешь, это как с мониторами. Я помню раньше, не знаю, года четыре назад, может, наверное, даже раньше у меня был один монитор, и было, в принципе, все замечательно. Потом я себе взял второй монитор, и было все замечательно еще. А теперь думаю, вот третий бы куда-нибудь еще с четвертым. Еще и плазму подключить к этому всему делу, да? Да, да, да. Вообще замечательно. Еще и массаж кто-нибудь делал сзади. Было бы просто замечательно. А ты напиши тендеру команду Хероик. Я думаю, он согласится. Слушай, много плюсов. Притом он только Ставну делает массаж. Может быть, Ставн просто физически самый малоподготовленный человек? Возможно, просто Ставн сейчас идет на последнем месте у команды Хероик, именно поэтому его немножко включают в игру. Тогда нужно, чтобы Блэд сделал по аналогии Саши Массажа. Да, может быть. Ну вот сейчас давайте пробежались все-таки по фрагам команды Нави, пробежимся и по Хероик. Снэпи возглавляет первое место своего коллектива 9 на 3. Дальше идет Бороб, 7 на 2, 6 на 2 идет Кеденес. Так, 2 на 4, 2 на 7 Ставн, соответственно. Такие вот результаты. Ну, 8 раундов пока, я думаю, что статистика еще не особо сильно раляет, потому что счет равный, и команды вроде как так вышли. И, в общем-то, ну как-то вот пока так. Получается, что еще слишком мало раундов посмотрели. Вот уже к концу карты, я думаю, наша аналитика уже точно подытожит, кто как стрелял. Я думаю, что будут ключевые раунды, как это было также на прошлой карте, в прошлом матче, где Зайва был хорош, также и Дестроер был в команде Ихом. Отлично чувствующий себя и снайперской винтовкой, и Сэмкой. И все это смотрелось довольно ровненько. Но вот где-то в раунах не хотел. Возможно, и в этом матче будет, знаешь, такой тоже переломный момент, где одна команда будет вести, а потом бац! Бац, бац! Кто-то берет, типа, тот же самый Саша Симпл, который спал в начале карты, возьмет какой-то клатч 1 в 2, сделает эйс и переверет карту с головы на ноги, или наоборот, это уже не так сильно раляет. И, в общем-то, карта пойдет уже под другим углом, совершенно под другим ракурсом. Ну, и увидим. Да, тут, в принципе, может быть вообще что угодно, потому что матч интересный. Опять же, друзья, это только первая карта, карта Инферно. Напомню, пик команды Нави. Дальше нас в любом случае, как бы то ни было, ждет карта Нюк. Это пик команды Хероик. А вот третья карта тут уже под вопросом. То есть, если это противостояние не закончится с счетом 2-0, в одну или другую пользу, нас будет ждать карта Детрейн. Нюк мы сегодня уже видели в рамках противостояния Виталити против команды Хом. Да, и Инферно также видели в рамках противостояния Виталити против команды Хом. Первые две карты вообще аналогичны абсолютно. Но вот третьей карты мы не увидели. Там в первом противостоянии это был Даст, второй. Здесь же это будет, если будет, то это будет карта Детрейн. Вообще интересно посмотреть Нави против Хероик на Трейне. Это будет круто. Если будет. Ну, вообще бы я и Нюк посмотрел от команды Нави против Хероиков. Если от Датчана я же видел Нюк много раз, и они его часто практикуют, и там винрейт просто космический, то вот Нави, которые готовили Нюк, по-моему, с октября месяца, и только начинали его готовить по ходу турнира и продолжать его как-то показывать. Но вот они не совсем были уверены в дальнейших своих действиях против команды Иго выступили хорошо на Нюке, а по-моему, дальше они потом этот самый Нюк... Вроде Фнатика мы проиграли. Вот опять же там Хуч рассказывал про тот самый Денюк, и вроде бы могли брать, но пошло что-то не так. И вот против такой команды, которую Нюк практикует на основе, и одна из главных карт для Датчан, вот как там будут выкручиваться Нави, учитывая, что будут стартовать на защите, смогут набрать тот самый минимум раундов на КТ, которых должно быть, не знаю, 10 в случае команды Нави, либо же Датчане просто будут идти как какой-то паровоз давить, хотя это опять же не трейн, но я не знаю, что можно на Нюке. Реактор. Взрывать. Да, будет бахать, как реактор какой-нибудь. Был эти печальные глаза, как тебе кажется? Да нет, сосредоточенные скорее, просто... Может, не выспался. Может быть, зато вот у... Демки смотрел всю ночь. У всех остальных глаза хорошие и замечательные. Друзья, пока что у нас все-таки небольшая пауза, наверное, потребует дополнительного времени, поэтому мы немножко уйдем на паузу и как только пауза закончится, мы обязательно ворвемся и продолжим смотреть за этим прекрасным противостоянием на карте Инферно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, ну что ж, мы возвращаемся обратно. Вроде бы уже постепенно все начинает налаживаться и все в гарнитурках, все общаются. И да, у нас стартует девятый раунд на карте Инферно. Как мы помним, Na'Vi забрали себе тот самый раунд и сейчас хватает денег одной второй команде, чтобы закупиться вновь. Снайперская винтовка есть на руках команды Heroic. Без Ави играет команда Na'Vi, но мы уже обсудили этот момент, что Гардену, возможно, снайперская винтовка на атаке не так часто будет требоваться. И нужна вообще будет. Да, так оно и есть у Heroic снайперская винтовка, опять же у Кейдина, как раз-таки, который стоит на батане и прям в него влетает ХАЕшка. 42 хп остается после этого контакта, но Кейдин с этой позиции никуда не уходит. И вот, пожалуйста, плоды того, что он сидел до конца. Находит фраг по Элику 5-4 и большинство для команды Heroic в этом девятом раунде. Ну, видимо, Кейдин и побоялся второй ХАЕшки в его направлении, поэтому команда Na'Vi подумали, что там никого уже, наверное, нет. Можно двигаться, закидываются молики со стороны защиты и атаки. Влетает также Смоук защитный, хотя Смоук такой себе получился, по итогу на цементе застрял, но, видимо, какой-то, может быть, байтерский. Бора подкидывает Смоук в направлении команды Na'Vi. На ее опрах находятся игроки атаки, и они уже готовы принимать. Вумыч ловит на ХАЕшке. Сейчас Борапа проходит по лангу, и вроде как команда Heroic понимает, что это может быть сплит-виход на базу Б, правда не контрит дальше проход на арку, но вот Кейдин уже с Церкви будет смотреть проход в спину. С КТ прокидывает Смоук и дальше перемещается на чек спидвей, и оттуда же команда Na'Vi пойдет постепенно в выход. Первый Кейдин промахивается по игроку атаки на КТ, Молик также откидывает с игроком защиты в направлении той самой Церкви, и Сталон в нычке будет вместе с своим капитаном чекать наличие команды Na'Vi на базе Б. Тоже хороший сплит от команды Na'Vi, но единственная проблема в том, что 17 секунд остается, и может просто банально не хватить времени, потому что игрок, а именно Сталон, находится в сайте, его нужно здесь мгновенно закрывать, он вместо этого делает враг. Один, второй Кейдин еще помогает, нужно установить бомбу, 5 секунд, 4 секунды, бомба ставится, бомба просто успевает, не успевает. Нет, вроде как время есть, Симпл опять же ее поставил, все хорошо, 2 в 3 меньшинство, правда, для команды Na'Vi, да и Херойк, потому что именно они сделали поставку, да и он Саша Симпл включается в очень важные моменты, Кейдин остается последний, понимает, что этот раунд уже никак ему не вытащить. Пятый раунд Na'Vi будут закрывать, и Кейдин постарается все-таки уйти на сейф этой снайперской винтовке. Ну, простыл еще за Б3, хотя игрок атаки выходит, и Саша Симпл может еще не отпустить вражеского снайпера. И так и получается, Кейдин решил просмотреть еще раз плент, и оттуда же прилетает тот самый, может быть, даже не один патрон, который нанес смертельное повреждение игроку в команду Херойк. И у нас снова коэффициенты от нашего партнера париматч на победу в первой карте, 1,4 на Na'Vi, 2,8 на команду Херойк, по-прежнему наш партнер верит, что эта карта будет за Na'Vi, при том с таким довольно уверенным отрывом, но посмотрим, как оно будет. У нас еще были коэффициенты 25,5, а тотал больше-меньше, там была равненько, но это по-прежнему выбор игроков Na'Vi, та самая Д'Инферно. И смотри, Херойки решили не оставлять возможность Na'Vi укрепляться по счету, забирают себе сейчас на V-Force, но вот заберут ли себе этот раунд, это уже отдельный вопрос. Там только пистолеты, никаких девайсов и отрадейс не было, только раскидка, чешки, деглы и 1,2,5. Ну, вообще, потенциальный выход на седьмой раунд для команды Na'Vi, действительно, потому что с экономикой огромнейшие проблемы у команды Heroic. Здесь Electronic подсаживается, Simple ему дает этот буст, хорошая хаешечка от ребят с команды Heroic. Роди как продамажили здесь, Simple 67, HP 82 у Electronic, но не сказать, что прям вот что-то серьезное внесли по урону. Bumich здесь перезаряжается, старается уйти как можно быстрее у него это получается, потому что там два игрока пытались уже просто вломиться, отжать этот девайс, и все было бы намного лучше для команды Heroic, но пока 5-5 по-прежнему с гранатами. Проблемки уже у ребят из команды и Heroic, и Na'Vi, потому что у Na'Vi, ну, хотя там три смака и флешка, мне кажется, этого должно хватать для захода, а он будет именно на ассайд. Там три опорника команды Heroic, 44 секунды, главное вот не попасть в какой-нибудь плохой танк, потому что мы помним, как ребята из команды G2 на седьмой секунде выходили, вот на седьмой лучше не выходить, хотя бы там на секунде 25-й. Ну смотри, возможно опять будет сплит, выход на базу B, либо фейк под B, и выход на уже двумя направлениями, правда через Апарту команда Na'Vi двигается только один Flamie, тут Егора может не хватить, Flamie, будущий план не дает фраг на Бурапа, Bumich также находит два минуса, нет, это один, Guardian подключается к этой борьбе, и уже больше нет опорников на пленте, без потери Na'Vi залетает на плент, и оставляет команду Heroic без возможности на ретейк, и опять же нет денег, и не будет в следующем раунде, придется закупать себе какие-то основания дефолтных пистолета, возможно будет гренадирование банана, как это было в одном из раундов, и у Heroic неплохо получается находить дэмэдж этих хаешек, и ближние кидают, и дальние, и все вылетает довольно неплохо, то половину хп снимает, то одну треть, либо вообще добивает хаешками своих оппонентов, которые еще даже не дошли до нужных позиций. Я думаю, даже Heroic просто будут уходить действительно на экономический в следующем раунде, вводить команду Na'Vi на седьмой, это 7-4, то есть буквально один раунд будет отделять их от победы в рамках первой половины за атаку на своем пике, очень-очень неплохой результат, ну и тем более еще останется парочку раундов, возможно взять дополнительно на этом De Inferno на T-сайде. Так, что по деньгам, там 2500-2400 в среднем, в общем, не будет. Там закупки от ребят из команды Heroic, возможно, опять же, сыграют вот эти Diggle и P250 отставные снэпи, соответственно. Может быть, сейчас хаешки возьмут, пойдут прокинут на банан, но в целом, опять же, ничего серьезного здесь не должно быть для команды Heroic, и Na'Vi должны выходить на седьмой раунд. Ну, оставили себе почти полностью экономику на девайс на раунд, чтобы закупить там уже побольше утилити и возможность даже вторых арморов, дефьюз-хитов, хотя в этом случае, наверное, второй армор здесь не особо сильно поможет. В случае против калашей и эсгэшек. И снова мы видим, что Na'Vi не закупает снайперской ментовкой, во-первых, потому что девайс не теряет, и вроде как не особо-то нужно покупать калашников, и эсгэшка тоже хорошее оружие. Я как снайпер говорю, я просто выделяю снайперскую ментовку для себя отдельным вариантом, это лучший девайс на этой планете, но калашников и эсгэшек тоже ничего. Все, потому что МИД у нас идет от команды Хероик, нашли один фраг, дальше Бумыч и Гардиан разменялись, хотя Бумыч потеряли в игре Химан Денави, но вот девайс они вряд ли дадут датчанам в этом самом моменте, и Гардиан уже ждет как раз-таки выхода повторного от Хероиков, для того, чтобы те могли напороться на тот самый прицел и девайс не отжать. Ну, а остается у нас тот самый Дигл и под эти 50-е, которые были у команды Хероик практически изначально и сэвом в прошлом раунде, но в этом конкретном уже 11-м раунде команда Хероик вряд ли решается, только если Ставан с Дигл и не даст 2-3 минуса и оформит команду Нави под орех. Ну, это будет сделать, конечно, очень сложно, но давайте смотреть. Выход все-таки будет на двух игроков команды Хероик, которые находятся на Апленте. 40 секунд со временем вроде как пока что проблем никаких не должно быть. Саша Костелев у нас занимает уже лонг, здесь отличный молик, и один игрок находится на тюрьме. Мы помним, что в пистолетном, нет, не пистолетном, в третьем, по-моему, раунде как раз-таки эта позиция не сработала, а вот здесь вот Бороб вместе со Ставаном делают по фрагу, остается Бороб последний против них и бомба-то у него Бороб немножко не в ту сторону смотрит, что по таймингам вот в чем вопрос будет. Элик вместе с Симплом здесь выходит, ну и все, без проблем каких-либо. Симпл находит фраг по Боробу и седьмой раунд для команды Нави закрывает. 7-4, но вот теперь это уже будет закупка для датчан. Нет, хорошо, вышли Нави в два этажа, один сено, второй просто через шея короткий, поэтому было сложно переориентировать свой спрей таким образом, чтобы попробовать оформить двоих. Вот если бы они шли вместе друг за другом, там, да, конечно, можно было прошить, себя в голову, повозить по второму, там еще повторно, сделать все, что нужно. 7-4, действительно, это был прав, что в одном шаге Нави от того, чтобы выиграть для себя первую половину и, возможно, выиграть ее с большим преимуществом, потому что здесь играть осталось 4 раунда всего лишь. И вот у Херойков перестало получаться, они вели 2-0, и по факту всех пристелок они взяли себе только 2 девайсных раунда, а сейчас решили играть поагрессивнее. Вопрос, кто-то ждет ли команду защиты сейчас на медле. Да, есть контакты, ставы находят только один минус в этом раунде. Дальше команда Нави просто разбирается с командой Херойковой, и остается лишь один эстаг с эмкой. И в момент прошло 25 секунд от раунда, а команды Херойков больше нет. Эстаг вообще тусуется по Т-апартам, и все, Нави выходит на любую позицию, просто могут выйти на Аплант, на Вэплант там никого нет совершенно. И это снова сейв для команды Херойков. Вряд ли будет идти до конца эстаг, сжать какие-то экзит-фраги, пытаться стрельфить его сейв, потому что идти даже вот в яму это довольно опасно. Там и просматривается, и все довольно плохо для него в этом периоде. И нет смысла тинеритейк, там нет ни диффуз-китов, ни экономики. Еще тоже такое намекающее, что вроде как нужно до конца бороться, искать максимально плотные варианты, чтобы хоть как-то приблизиться к команде Нави в этой половине, да вообще в этом матче. Максимально быстрый раунд получился от команды Нави. Здесь Херойков решили поражать мид. Я вот даже глянул, минута 36 на таймере была, когда уже четырех игроков команды Херойков вообще не было. И по сути, буквально 14 секунд решили исход этого раунда. И стаг последний, денег нет, решений других нет, как постараться уйти на сейв. Тут Бумыч уходит, Бумыч говорит, дуророва, дружище. 13 хп вы стага по-прежнему? Будут давить? Да должны, наверное. Там 8 тысяч у симпла, сэкономика вообще никаких проблем нет. 13 хп как-нибудь уж снести эстагу, наверное, можно. Электроник чекает позиционку, но тут охота уже за эстагом, что называется, объявляется открытой. Надо уже полететь и хаешки, понимать, где находится последний выживший игрок команды Херойков. Если бы он изначально отправился на Т-спауне, возможно, было бы больше шансов. Или, как вариант, можно было бы побольше выжить времени, чтобы засейвить ту самую эмку. Эстаг живет, 13 хп остается все-таки. Он пытается выйти, убивает еще и гардене, и успевает. Электроник на этот контакт 4-8 без девайсов. А в следующем раунде у нас остается команда Херойков, и вряд ли будут форсить. Да, там денег по 3-4-100 упало. Может, было бы в теории купить себе фамасы под первой армору, раскидку и все вот эти вот вещи. Но нет, это только чешки под эти десятые, возможно, какие-то зиглы под первой армору, но не более того. И выход для Na'Vi на девятый раунд тоже просматривается. И вот только на следующем девайсном раунде, я думаю, что у Херойков есть побольше шансов, чтобы оформить для себя хоть какие-то еще дополнительные раунды по первой половине. И не с пустыми руками выходить на вторую часть карты до Инферно. Ну вот мы видим после некоторых моментов, которые произошли на первой половине, ребята из команды Na'Vi собрались. Очень серьезно включился, очевидно, здесь Саша Симпл, который помогает своему коллективу. И 8 раундов уже у команды Na'Vi есть. Первая половина за ними отправляется за Т-сайт, и остается нам посмотреть всего за тремя раундами. Один из которых как раз-таки мы видим сейчас, это только лишь пистолеты. Ну, в общем, такая закупка до 2000, что называется. Это 4 ЦЗшки, это P250 для Снэпи. И по первому армору почти у всех, кроме Кейдена. Все должно быть так же, очень и очень просто. У команды Na'Vi с деньгами вообще никаких проблем нет. Поэтому они должны, опять же, идти максимально до последнего, выбивать абсолютно все девайсы, всевозможные арморы, чтобы играть именно от экономики своего оппонента. Три раунда тут, как уж в любом случае не сыграют Na'Vi, деньги должны быть. 50 секунд, два люркера. Насколько я понимаю, здесь у команды Na'Vi немножко пошуметь, потоптать. Возможно, потенциально уйти на Б-сайд через арку, не отыграть сплит Б-сайда. Хотя, вот с другой стороны, уже решают изменить исход этого раунда. И Na'Vi будут выходить, по всей видимости, под А-точку, потому что бомбу оставили на меду. Там уже охота идет от Электроника. По игрокам команды Херойк начинает шить смоки, находит дэмэдж на Снэпи и Кейдиана. Но никакого фрага у нас в этом раунде пока что не влетает. Смок на малой песке, а тут уже будет выходить бумач. Кирилл заходит поближе к тюрьме, находит инфраг по Истагу. Дальше размен от Бороба тоже вполне возможен, не получается пристрелять Кирилла в этом моменте. Кейдин врывается также на Аплент, но его разбирает Электроник после убийства Двумыча. Два в четыре, и тут для Херойка, опять же, вариантов немного. Na'Vi в этом раунде решили просто пошуметь под базой Бэй, развернуться на Аплент без сплитов. Ну, запаять ли Херойков на то, чтобы они остались там втроем и выйти на меньшинство команды из Дании. Из Дания тоже, можно сказать, и Стаун и Снэпи будут цевить первого армора. Денег не так много, экономика нестабильна совершенно. На проекте будет уже там, получается, пятый раунд подряд игроки команды Херойк. И действительно, половина получается очень продуктивная для Na'Vi. На Электроник вместе с тиммейтами пошли души давить, но можно поделиться с Гэшкой. Нет, на Электроник ходит один фраг. Снэпи последним остается 27 кп всего лишь. Ну и для Электроника это легкий фраг. 9-4, Na'Vi уже сильно выходят вперед и действительно могут и закрыть 10-4, 11-4, 10-5, 11-4. Все эти действия и снова коэффициенты от нашего партнера париматч 25,5 по-прежнему дает париматч. 1,9 на то, что будет 25,5 больше и 1,8 на то, что будет меньше. Да, так оно и есть. 9-4, друзья, последние два раунда нам остается посмотреть на первой половине. Будь то счет 9-6, будь то счет 10-5, будь то счет 11-4. Все равно эта первая половина уже неплохо сыграна именно для рожденных побеждать. Своего добились, ребята показали хорошую атаку. Опять же, можно даже зацепиться за все 11. Ну и дальше будет на второй половине, по идее, вообще не сложно взять пистолетку. Это уже будет сыгранная игра в случае 11 раундов, соответственно. Но, во всяком случае, такой камбэк мы видим далеко нечасто. Тем более, Na'Vi вроде как показывает отличную игру. 7 на 6, Симпл ворвался, хотя, по-моему, слушай, если не ошибаюсь, он шел 1 на 6. То есть 6 фрагов без смертей сейчас оформляет. За 8 раундов было. Да, да, очень и очень здорово. Отличная работа. Но вот теперь вот за кубкой. Давайте смотреть уже на потенциально интересные раунды. Во всяком случае, есть АВИК для Кейдина по-прежнему. 4М-очки обычные, без АУГов, без ФАМАСов. Все более чем дефолтно, стандартно, стабильно. Минута 28, 14-го раунда. Ну, смотрим. Попытались новые Херойки сыграть 3Б в начале этого раунда, 14-го. Но дальше развернулись максимально быстро. Откидав некоторые гранаты, один из опорников базы Б переместился на А-бленд. И, как мы видим сейчас, датчане не решаются идти опять же агрессией. Они понимают, что на АВИ их ждут. И уже ждут не в первый раз. Было два агрессивных выпада от команды Херойк на центр. И оба они были законтролены абсолютно полностью. Это сейчас довольно страшно. Бумыч там проходит через лонг, оформляет там Борапа. И на выход на базу Б у нас тоже вполне возможен. С плитом уже можно зайти на точку с использованием Бумыча в этой ситуации. Но и пошел Карин смотреть проход на КТ от игроков команды на АВИ. При том, что вот по Бумычу информации никакой нет. Где он находится, опорники базы ничего не видят, поскольку там лежит смок на малых песках. Ну и походу у нас будет выход до конца на А-бленд. Куда на АВИ уже стремились почти в пятером. А вот только последнего игрока нужно дождаться. Это как раз-таки Электроник, который может врываться номером один. Карин с АВИКом пока что заперт смоками. И Симпл будет контрить врыв через эти самые смоки. Бумыч открывается. А здесь из спины к нему Стам заходит и находит враг по нему. Симпл на размене. Ситуация 4 в 3. Страк и находит враг с Пита. Убивает Электроника Гарди на размене. 2 в 3. Большинство для рожденных побеждает. Симпл убивает еще и Кейдина. Эстага здесь, слушайте, как будто, не знаю, невидимка. Он здесь вышел из Пита, пошел дальше убивать своих оппонентов. Но Симпл не ошибся. Симпл нашел фраг и, кстати, берет свою десяточку на этом Инферно. 10-6 идет он. 10-7 идет Электроник. 10 на 9 идет Бумыч. 7 на 8 Флейми. И 9 на 8 Гардиан, соответственно. И в какой-то момент я отмечал, по-моему, Снэпи или Кейдин. Он, по-моему, Снэпи шел с девятью фрагами. Когда-то еще на первой части первой половины. Сейчас у него по-прежнему 9 фрагов. То есть мы видим, что команда Heroic очень сложно находить фраги по своему оппоненту. Да, они, в принципе, перестали убивать команду Na'Vi. Если смотреть по общему фраг-стату, то команды идут довольно ровненько. В своих коллективах, разумеется. Никто не представляет, типа, там, один, вот, как был у Саш, один на шесть. Сейчас каждый имеет фраги, но команда Heroic, в принципе, перестала убивать. Мы это видим, потому что Na'Vi, кстати, растет. У команды Heroic добавляется, там, 1-2 фрага в раунде. И Na'Vi просто пережимают по всем фронтам. Будь то девайс на раунд, будь то форс раунд, неважно. Там вот Истак пытался немножко побивать команду Na'Vi, но получилось только нова фрага. Пытается Таун топить через деревяку на машине. Электроник прикрывает тиммейта, забирает снэпи. Возможно, погибает еще и Таун. База Б вскрита, команда Na'Vi выходит на пустой плент. Погибает, там еще и Истако. Сто только два бойца команды Heroic, и там фармилка FAMAS. И это очень похоже на один страуль для команды Na'Vi, потому что здесь вариантов немного симпл. Забирает еще и Барапа, остается один Кэддин. Капитан команды 1-5 с фармилкой, без Дефузкитов, без тиммейтов. И только с Моликом и с Маком. Но вот что с этим делать? Команды, кстати, Na'Vi разворачиваются. Нет, решили пойти до конца на базу B. Кэддина сейчас тоже найдут. Флэмми прикрывает, возможно, выход с Гардиан. Не справляется. Но теперь уже точная информация есть по последнему бойцу. Бумы ставят бомбу. И, в принципе, у нас Кэддин даже не успевает добежать, наверное, до базы B. Если успевает, то... Ну и че? Ну и Дефузкитов нет, да и Гранат нет, да вообще ничего здесь нет. Вот 11-3 он будет за рожденными побеждать. Друзья, 11-4 отличная половина, просто изумительная, наверное, за атаку для команды Na'Vi. Хотя были, опять же, моменты сложные. Был счет 2-0, насколько мы помним, друзья. Там Кэддин сжег Симпла. Напоследок все-таки Симпл не закончил с шестью фрагами. Эту первую половину было бы тоже замечательно, красиво. Но, в целом, опять же, это вообще никак не влияет на исход этого раунда. 11-4. Кэддин еще один фраг нашел. Три по итогу экзит-фрага. И здесь осталось на бомбе красиво взорваться. И это, друзья, действительно так и происходит. По-прежнему Гардиан идет на первом месте. 9 на 9. 11 фрагов у Симпла, 12 у Электроника, 10 у Бумыча, 9 у Флейми. А вот Кэддин вышел на 12 фрагов. Но, опять же, от этого пока что толку не очень много, потому что команда Heroic проигрывает и уступает своим оппонентам. Ну, Гардиан много раз ставил бомбы, поэтому у него немножко поболее очков, чем у тиммейтов. Но по фрагам действительно, как я уже говорил, команда на ведет очень ровно. 9, 10, 11, 12. И у команды Heroic сейчас только один кэддин выделяется, остальные идут тоже так где-то вот позади, но держатся за капитана. При том, что довольно странно, вроде как капитаны у нас обычно должны действовать позади тиммейтов в основном. И редкий случай, когда вот именно капитан врывается вперед. Это бывало там в некоторых случаях, особенно на лан-финалах, когда у тебя играется все не в онлайне, а где-то вот на месте проведения этого турнира. Поэтому здесь странновато, почему тиммейты своего капитана не поддерживают в плане фрагов. С другой стороны, Na'Vi. Опять же, не давали продыху Heroic и просто перестреливали. Притом там пытались Heroic и пассивно, и активно, и средним темпом действовать. Ничего не получалось. Там просто врывались с Na'Vi, давали по лицу. Но, наверное, есть шанс того, что у нас во второй половине все перевернется, атака будет для команды Heroic поудобнее. И вот Na'Vi в такие моменты будут проседать, терять какие-то тайминги, создавать какие-то дыры в обороне, и вот этим будут игроки команды Heroic пользоваться. С другой стороны, Na'Vi не зря брали даже такую сильную карту оппонента себе пиком и готовы к любым развитием ситуации на Инферно. Ну, смотри, 8 раундов подряд от команды Natus Vincere. По окончанию этой первой половины выводят их достаточно на хороший счет. 11-4, ну и вот, возможно, пистолетка, которая здесь закроет почти все вопросы на этом Инферно. Есть арморы. У Эстага, у Бора, поуставно. Кидиан со Снепи играют на гранатах. Ну и Na'Vi, соответственно, будут играть на 4 арморы. И также на гранаты для бумыча это смог. И две хорошенькие флешки. Вчетвером находятся на планете. Игрок-опорник точки В отыгрывает очень соевого. Обычно мы, знаешь, привыкли видеть, если играют игроки команды, вообще любой команды укрепления Асайда, что игрок играет где-то вблизи банана. То есть дает информацию и успеют все остальные игроки перетянуться. Но вот здесь очень закрыто решили сыграть рожденные побежать. И как бы за это не были наказаны. Потому что, в принципе, игроки команды Хероик идут именно на точку В. Ну, возможно, ему одного опорника хватит. Даст не два минуса. Потом уже помощь от тиммейтов. И можно бежать, можно пытаться убивать и вообще выигрывать в соло все это противостояние. Команда Хероик до конца идет на базу Бет. У нас один Флейми. Игорь Васильев будет встречать игроков атаки. Полетела куча раскидок. Пытается Флейми через маки отрабатывать либо по кому-то. Попадание по Астагу, но не смертельно. Гарден уже в спине. Начинается движение. И игроки команды Нави будут в большинстве. Заходить через КТ, спаун на, соответственно, просвет. И дальше уже, возможно, через церковь работать. Но игроку на банане нужно действовать. И Гарден должен давать хотя бы один минус, чтобы какое-то пространство выдать своим тиммейтам. Какую-то свободу действий. И дальше. А там, смотри, три человека находятся под кафельным. И пока что смог лежит. Вроде себя защитили. Гарден попытается взойти. Кэден находит для себя первый фраг. Или вообще первый фраг в этом раунде. Флейми дальше пять тиммейтов. Напомню, что диффуз китов команды Нави не имеется. К снэпи. Фраг еще один. Снэпи еще один минус по электронику. 2-5. Можно сэйвить команде Нави. Времени не хватает. В любом случае уже работают на фраге. Погибает только один ставун у команды Хероика. И остается лишь один симпл в живых. Саша пытается сражаться. Забирает. Никого не забирает. Там уже приставит эстак. И просто не отдает свою жизнь. Хотя все-таки погибает от взрыва бомбы пятый для команды Хероика. И снова они забирают для себя пистолет на раунд. Как и было в первой половине. Слушай, ну вот такое решение было, да. От рожденных побеждать решили полностью отдать точку Б. С возможностью на то, чтобы ее перезанять в большинстве. Но Хероики просто не дали этого сделать. И очень уверенно эту бомбу отыграли. Счет становится 11-5. И действительно вторая пистолетка в рамках этого Инферно уходит в пользу датского коллектива. Закупка будет от команды Na'Vi в виде, опять же, арморов с пистолетами. Дзиглы, ЦЗшки и П-250. Только они смогут как-то вставить палки в колеса своим оппонентам. Но в последнее время такие форсы часто пользуются успехом. И у некоторых команд такие раунды достигают полтинника процентов. Забранных, ну, то есть выигранных 50 на 50, то та же самая команда G2 показывает неплохие варианты. И команда MoSports очень часто забирает для себя форсы после проигрывания после этого раунда. Будь то атака или защита, это уже не важно. Там процент выигрышей довольно сильный. Возможно, и Na'Vi сейчас тоже покажут что-то подобное. Там имеются и Чешки, и Дзиглы. И П-250 тоже там имеется даже два в наличии. Только один Дзигл для Флеми. Сейчас раскидка есть, смоки, флешки. Можно под смок встать и в упоре просто расстреливать команду Heroic. Хотя, с другой стороны, там Heroic тоже вооружились до зубов. И Мактены, которые могут на ноги влететь, это сдать по щамбу. И учитывая, что не везде даже старые арморы. Флеми не успевает достать Дзигл. Получает также еще и бумач. Это 3 в 5. И команде Na'Vi может даже не идти на ретейк. Даже не пытаться сэвить то, что имеется. Но Simple хочет найти для себя минус. Нет, не получается. Там еще и раскидка. Поэтому тратить ее, не использовав достойно в этом раунде, он явно не собирается. Шестой для команды Heroic. Еще одна будет попытка для Na'Vi разыграть в те самые P250 одну чешку. Но вот Дзигл потеряли. Это, наверное, не есть хорошо. Ну, три пистолета имеются. Опять же, да, попытки будут. Но это попытки только на вот эти три девайса. Не думаю, что будут, разумеется, сверху закупаться рожденные и побеждать. Уже при счете 11-7 потенциально будут проводить хорошую закупку. Возможно, даже со снайперской винтовкой. Хотя не факт, что, опять же, она будет. Потому что по деньгам, может быть, просто не хватит для Гардиана. Но смотри, подожди сейчас. 2 400 отдадут Na'Vi после поражения в этом раунде. И сверху еще будет 2 800. То есть хватает, но, возможно, без армора. Либо, если сделает Гардиан какой-то минус один. Плюс 300, и там хватает, например, армор. И, может быть, даже потенциально еще на какую-то флешку. Или он засейвит для себя армор сейчас. Потом купит АВП под этот армор. Он уже выжил сейчас. Там второй армор с каской. То есть ему погибать не то чтобы нежелательно, но, в общем, он может засейвить свою жизнь, если будет выход не на него. И там уже АВИК будет 100%. Ну, можно в таком случае Симплу с Электроником засейвить. Тут вот Бумыч остается с флейми, по сути, на двух юспах. И, в целом, ничего особо не теряет пауза. Отрожденных побеждать. Блэйд рассказывает, как нужно отыгрывать сейчас ближайшие раунды. Потому что, опять же, начало. Что первая половина, что вторая половина оставляет желать лучшего. Но мы все прекрасно помним, что пошло против... А точнее, после этой самой первой пистолетки на первую половину. Дальше Нави с первым баем очень-очень неплохо ворвались. Возможно, здесь будет именно так же. Ну, тут нужно привыкнуть к темпу команды Хероик. Я думаю, что, опять же, мы с тобой говорили про демки, которых можно было накачать множество и посмотреть, как команда Хероик атакует. И Нави должны предпринимать какие-то действия. Может быть, агрессия с их стороны тоже будет весьма успешной в направлении команды Хероик. Может быть, просто удачные выстрелы с АВП от Гардиана. Хотя, вот, опять же, мы с тобой видели только однажды. На Ковача на АВП он дал свой минус. Но вот потом снайперская ментовка закончилась на атаке. И, как мы видели, ее просто не нужно было иметь, чтобы выигрывать в этом раунде. Размен хаешками, размен дэмэджами по банану, по дуге. Гардин пытается жить. Еще одна хаешка, возможно, полетит сейчас на бойлерум. Пока не получается, Гардин будет сэвить эту гранату. Откидывает смок, пока что выживает. Но шансов у команды по-прежнему не так много в этом раунде. Еще ни одного фрага не нашли. Ни одни, ни вторые. И, как мы видим, сейчас Хероики не торопятся. Они как раз-таки ждут удобного для себя тайминга. Возможно, будут фейковать. Но пока просматривается выход на план через апарты и через центр. Очень жестко здесь воюют игроки на центральной позиции. Или сейчас вообще куда-нибудь, или будет фейк под B на секунде сороковой. И только после этого выход на Аплэнд от команды Хероик. Что-то тут прям датчане придумали очень хитрые. Но главное, чтобы сами не запутались. Они выманивают раскидку из команды Na'Vi. Я допер. Они сейчас выманят сэкранаты и зайдут просто на сухую. Ну вот здесь на Гардин, возможно, будет выход. Но ребята идут на точку B. Изи-то изи, но выход будет на точку, где находятся почти что все игроки команды Na'Vi. Вчетвером они будут принимать этот сайт. И это очень хорошие шансы, потому что по такому таймингу 30 секунда. Выход всей команды на четверых игроков команды Na'Vi с пистолетами на близкой дистанции. На кроссфайре, по сути, даже в каком-то моменте шансы действительно есть. Тут банально можно просто бомбу не успеть установить. 20 секунд. Рано выходить. Ребята, Электроник находится в подсадке на вазе. Снэйпи, правда, убивает и одного, и второго. Электроник откидывает здесь флешечку. Ждет максимально долго. Но Ставн убивает еще Электроника. 10 секунд на таймере. Можно постараться здесь, конечно, не дать поставить бомбу. Именно этим и занимаются. И просто жить. Просто жить. Гардиану нужно сейвиться. Просто он там нет бомбы. Он не успеет. Он не успевает. Ставн не успевает. Нет, 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 Гардиан. Ну как это так? Ну просто нужно было убежать. Ну что же это такое? Седьмой раунд Херойки закрывают. Просто в секунде от победы этом раунду находились ребята. Но, к сожалению, Гнави не смогли его закрыть. 7-11 становится счет. Да две секунды было. Как это вообще было возможно? Почему Гардиан не стал? Он, видимо, не хотел шуметь, не выдавать свою позицию. Но можно было сместиться уже, понимая, что ты не выигрываешь в этом раунде. Просто уйти на Т-спаун. Но вот в таком моменте уже казалось, что все, полторы секунды. Херойки просто не успевают эту бомбу воткнуть. Они долго думали, долго решали, ждали этих выходов. Но, эх, Ковач, Ковач, на что же ты нас так-то сейчас подставил всех? Ну, бывает, ладно. Бывает, не будем Ковача никак винить, осуждать. Это просто был момент, когда он, возможно, не хотел просто шуметь, чтобы позиция точно не была рассекречена. Но вот получилось вот так, что игрок атаки на запах почувствовал, где находится Ковач. И просто вовремя зашел в яму, шагнул лишний раз. И нашел для себя первый, точнее, последний уже минус в прошлом раунде. Гардиан таки покупает себе снайперскую винтовку. Я думаю, что будет справляться за такой вот небольшой косячок. Но, честно говоря, да, семерочка для команды Херойка. Хорошая экономика. Могут на Нави очень сейчас плохо сделать. И сыграть злую шутку. Выход на центр. Гардиан погибает. Дальше размен от Симпла и Электроника. 4 в 3 большинство раунда для команды Нави сейчас. Херойки не проходит сейчас дальше, потому что здесь Электроник допит неплохо. Два минуса дает еще. Плен тоже не уходит. Электроник. Квадра килл для Дениса Шарипова. И 12 раунда команды Нави фактически забайтив на Гардиан. А сейчас Электроник с одной позиции дает 4 минуса и выигрывает тот самый важный первый девайс на раунд. Ну и вот по сути у нас повторяется сценарий первой половины, да, где то же самое было. Вот вот Электроник первого, второго, третьего. Там еще и Сьюспа по игроку, который находился в этот момент в Молике, также настрелял очень-очень неплохо. Сценарий один в один первой половины. Проигрывается пистолетка, выигрывается байраунд. И потом еще раунд сверху, и потом еще раунд сверху. Но потом по сценарию должна команда Херойка брать для себя два раунда, и потом Нави это все закрывать. Сейчас посмотрим, как будет сейчас. Девайс в таком месте, снайперская винтовка на Кейтене. Есть также нет авика, кстати, для защиты. Сейчас денег не хватало, по всей видимости. Гардин будет играть на Эмке. Есть фулл набор граната для одной и для второй команды. Пока что у нас очень много выкидывают ютилити Нави. Оставляет за собой, конечно, еще приличное количество гранат, но вот первые стартовые ХЕшки, Молики полетели. Снова Херойки не торопятся на какой-либо выход. Снова попытаются, наверное, размансить на ютилити игроков защиты. И Ставан действует в одного, подслежку запускает его на прочек центра. Далеко так же не отбивается, потому что он был гроссфайр для команды Нави. Если бы Ставан вышел хотя бы на пару шагов на дальше, возможно, бы отъехал от игрока на длине. 55 секунд на таймере. 20-го раунда потихонечку там с деньгами у Херойки тоже не все так сладко, как хотелось бы, наверное, для датчан. 2300 есть у Снепи, 1500 у Воропа. Это вот прям все деньги, на которые можно рассчитывать в следующем раунде. Поэтому нужно его забирать, стараться. Во всяком случае, скидка идет на сайт здесь втроем. Ребята из команды Нави будут принимать эту точку. Ставан открывается первый, будет идти на шорт. Тут Хаешка хорошая вроде как прилетает. Очень много гранат. Ставан открывается, убивает Гарднерстаг. Также убивает еще Электроника на размене. Электроник перед этим успел убить Ставан. Но здесь Симпл с флэнта убивает одного и второго. Три в два большинство для команды Нави по-прежнему со временем. Есть некоторые проблемы для команды Херойк, но вроде как Симпла проходит. Вороп его убивает, бомба будет установлена и ситуация 2 в 2. Пытался Симпл на префайре как-то еще разобраться с игроками защиты, атаки, прошу прощения. Но немного не получилось. Там уже пришедшие датчане справились с Саней, запустили из себя и бомбу на плент. И теперь два игрока защиты. Это Бумыч и Флейми. Должны убивать ту самую бомбу. Дефускиты могли лежать где-то на сайте, потому что ни у Бумыча, ни у Флейми этих наборов нет. Тут на спрос открывается снайпер, но Бора прикрывает Флейми. Забирает Кэддин. Стоит в один в один против Бора. По флэнчке полетела. Но Флейми дает свой заключительный минус и успевает даже без дефускитов эту самую бомбу найти и раздиффюзить буквально за 2 секунды до конца этого таймера. Это 13 ролей команды НАТУ с Винцерой. Но по деньгам, что есть у Херойков, вроде бы хватает даже на повторный бай. Там немного не хватит ставну, но, возможно, это будет Горилл или какой-то Мактен. Такие уже раунды у нас показывали Херойки. И за защиту был недобор по девайсам. И вроде даже почти получалось. Но вот сейчас может влететь какая-то пауза тактическая, и Херойки могут подумать о том, как действовать в этом раунде. Потому что отдают сейчас и вполне возможные 15 для команды Нави в дальнейшем. А там уже 8 маппоинтов, и с них будет сложно выбираться. Все именно так, друзья. Закупка на все деньги. Два Мак-10, Горильчик. По-другому здесь никак не закупиться ребятам из команды Херойк. Нужны гранаты. Это понимают датчане. И с этими гранатами здесь Флейми. Решил быстро отыграть. И за это поплатился прострелом от Снэпи. Плюс еще и Молик здесь горел. Саша Костелев, правда, запрыгнул на подсадочку. Возможно, с нее получится сделать фраг. Но Херойки понимают, они уже в большинстве. Они уже 5-4. У них есть, опять же, преимущество. Возможно, им просто не нужно сейчас никуда лезть. Отыграть вместе, скооперироваться и выйти на какой-либо сайт. В большинстве просто по размену. И забрать этот раунд. Ну вот, вроде, казалось, Нави так агрессивно действует против Дуги. Но мы видим, что уже погиб Флейми. Просто прострелами в Смоук. Бумыч также получает довольно много дамэджа. То есть под Мактен подставится расплюнуть. И Симпл там тоже на хэдшот. С того же Мактена тоже может лететь. Или какие-то прострелы. Горил тоже оказывается у нас ваншотным для Симпла и Бумыча. И Гардин. Где же он? Он вообще находится на Апленте сейчас. Возможно, даже не успеет на помощь с им тиммейтем. Там снайперская винтовка, которая тоже может быть очень полезна на базе Б сейчас. Но и Херойки ждут удобного для себя тайминга. Есть у них и Смаки, и Молики, и даже одна флешка для того, чтобы зайти на базу Б. Прошла раскидка. Гардин внедряется. Кэдин внедряется на базу Б. Но здесь Симпл открывает тиммейтов. Хотя тиммейт-то уже пал. И Кэдин уже будет забирать Сашу Симпла. Но Саш пройти будет не так легко, как казалось бы. Кэдин таки забирает Симпла. И ставится пачка. Нави остается 2 в 4 позиции. Они самые удачные. Пытаются, наверное, засейвить свои девайсы. Гардин и Электроник в этом раунде не пригодились. И посмотрели на деньги команды Нави. Там их просто-напросто нет. 550 долларов у Симпла. 250 у Бумачи. Только 1700 у Флейми. И у тиммейтов денег нет, чтобы дать какие-то дропы. Возможный форс для Нави. Потому что сейвить экономику смысла большого нет. Но вот под АВИК и под Дэнку сыграть нужно. При том, что можно купить себе вторые первые арморы. И потом после смерти тиммейтов это подобрать. И попробовать сыграть еще раз. Ну, скорее всего, да, закупка будет. Именно потому, что даже если ты сделаешь экономически, не будет, собственно, каких-то больших денег в следующем раунде. Соответственно, ты не сможешь закупиться на все. Поэтому Лустрика там нет. Вот в чем проблема для команды Рожденных побеждать прямо сейчас. И да, с деньгами прям очевиднейшие проблемы. Можно здесь... Хотя можно отыграть 2000, конечно же, как вариант. Но тут уже решение командное. Возможно, взять паузу. Потому что паузы еще есть предостаточно у Рожденных побеждать на этом Инферно. Ну и, в общем-то, можно обсудить. Отыграть под снайперскую винтовку для Гардена. Отыграть еще под один девайс тоже. Опять же, достаточно неплохое решение. Именно таким решением будут располагаться ребята из команды Нави в рамках этого раунда. Ну и посмотрим. Опять же, ответственность на электронике и на Гардене. Там пошла подсадка для снайперской винтовки. Как я понимаю, нет, это был буст для электроника. Там была эмочка в наличии. Но ничем хорошим это, опять же, не закончилось. Гардену стусуется в апартах. У него очень важная позиция. Может дать свой минус. Дальше может быть даже запустить тиммейта в те самые апарты, чтобы подобрать девайс. Но вот сейчас под флешку. Заходят Херойки, выгоняет Гардена с позиции. И теперь уже должен Ковач действовать с короткого. Встречать центр, встречать ребра. Идет в скопе, чтобы не шуметь, не выдавать свое местоположение. Но рискует Ковач, если бы там был сейчас какой-то девайс. Любой, абсолютно не факт, что это даже снайперская винтовка. Гарден мог бы не успеть отреагировать и погибнуть. Хотя, с другой стороны, пока что действовать аккуратно под тиммейтов тоже можно было бы вылезти. Но, как мы понимаем, у команды Нави не так, ну, гранат, чтобы выпускать как-то более активно своего снайпера. Чтобы Ковач чекал и находил для себя минусы. Нужно сейвить хотя бы какие-то флешки, лишние смоки. При том, что у нас на базе B сейчас два человека. Там теряется смоук. Но какое-то время для себя Нави выигрывает, если только три флешки. Дефуски-то есть. Это самое важное сейчас для Нави, потому что могут разыграть и 5 в 5, и 3 в 3 эту позицию и ситуацию. Но вот Херойки могут сейчас перехалдить, честно говоря. Там Гарден сейчас как культанет по всем. Может, может, и опять же 29 секунд уже на таймере 22-го раунда. Гардиан просматривает и спокойно находит фраг по ставну. А вот по одному на Гардена выходить, это, друзья, не самая лучшая идея. Здесь он ошибаться не собирается и находит уже фраг по ставну. 5-4 большинство. Симпл на хорошей позиционке этот раунд имеет все шансы на то, чтобы уйти в пользу команды Рожденых. Побеждать там 10 секунд именно по такому таймингу. Выходит, ребята, из команды Героя Гарден. Очень важный фраг. Можно Бомбу просто, просто Бомбу убить. Это Гоу, Йоу, Йоу, Ландислав 1 хп. Он здесь четверых закрывает. За тот самый раунд, когда Бомба не успела поставить свой номер. Здесь же отрабатывает на все 100% и забирает раунд. Для своего коллектива Нави выходит на 14 для себя. На повторе будет видно, как Гарден сейчас, да, промахнулся. Но потом он смог убить Плентищева. Перед тем, как вышел снэпи, вот если бы был выстрел через снэпи в эстага Возможно бы тогда, или в эстага через снэпи, потому что не так важно Тогда бы, наверное, дэмэдж не так был бы плотен И, может быть, не хватило того самого урона И была поставлена бомба, хотя, с другой стороны, в прогрессе этот раунд уже было бы сложновато для команды Дави Как бы то ни было, закуп на последние команды Хероик Там у нас имеется Галил, три Калаша и Чешка для Кэдина Не хватило ему ресурсов, хотя, возможно, дал дроп тиммейту Для того, чтобы захерить своих тиммейтов, и те уже с девайсами полетели А Кэдин был бы как раз-таки, как координатор, давал точные указания для Хероиков Как нужно действовать в этом раунде, чтобы еще попробовать укрепиться в первой половине Догнать команду Нави и попробовать еще за Дэнферно побороться Пока получается крайне слабо, и первая половина вышла, как мы помним, с четырьмя раундами для команды Хероик По-прежнему во второй половине также имеется только четыре раунда И Нави действительно смотрится здесь и как фавориты, и как те ребята, которые выбирали себе Дэнферно Я вот не знаю, что будет на нюке Либо на такой же проходкой у нас Нави заберут себе Дэнюк, либо будет сложнее, хотя я не знаю Опять же, насколько Нави готовились к этому Дэнюку и вообще предполагали ли, что Хероики будут для себя нюк тот самый пикать Ну вот, будем смотреть Флейми, здесь откидывает Смоук, а все еще команде Нави нужно забрать для себя очень важные самые два раунда, чтобы закрыть Инферно и уже немножко подрасслабиться в этом перерыве Перед тем, как будет карта Нюк, хороший молик, здесь Флейми откидывает, убивает одного, убивает второго, очень просто для Флейми Бумыч еще врывается на помощь, закрывает ставная, берет Калашников и это очень и очень легкий раунд для команды Рожденных побеждает Друзья, это 15-8, это 7 маппоинтов для команды Нави, ну и по всей видимости скоро мы уже будем говорить, что они окажутся победителями этого Инферно Но там действительно все очень просто выходит и сейчас у Хероиков денег не будет, ну конечно будут закупаться на все, тут других вариантов-то и не присутствуют в целом Тут уже заходит Леша Пчелкин без шарфа, где шарф, Алексей, а все, я вижу шарф, извини, пожалуйста И ну 7 маппоинтов у команды Хероик или у команды Нави, там кому удобнее, пауза берется, чтобы уже точно разыграть этот раунд И у Хероиков по 1900, то есть чешки, арморы, первые, вторые, это все, что позволят себе игроки команды Хероик, не более того Но это скорее всего действительно 16-й раунд для наших ребят, для команды Natus Vincere и дальше Только Денюк поможет Хероикам вернуться в это Best of 3, потому что проиграв Денюк можно свалиться в нижнюю сетку Там уже придется бороться против команды E-Home, как мы видели, и против Vitality у них были шансы на хотя бы одной карте Но там, чем черт не шутит, возможно будут лучше готовы к завтрашнему матчу E-Home, поэтому нужно тут же собираться и проходить по верхней сетке Ведь победа в этом матче, по идее, сейчас означает практически вот уже почти максимальный шанс попадания в плей-офф Ну еще осталось Vitality обыграть, и будет все замечательно Ну всего-то, господи, Виталий, каких-то Vitality... Это, друзья... Это какой зайву там, на чем? Это будет, возможно, самый интересный матч сегодняшнего дня, но до него еще нужно дойти, в него еще нужно пройти Вот так вот, потому что Vitality уже находится сегодня в рамках этого дня в третьем Best of 3 противостоянии И, возможно, Na'Vi, опять же, обыграв сейчас команду Heroic, будут сражаться именно с этими ребятами Но пока что у нас 24-й раунд, возможно, последний раунд этого до Инферно По снэпе уже находят фраг ребята из команды Рожденных, побеждать 4 фрага до победы на этом Инферно 3 фрага до победы на этом Инферно, Симпл убивает Эстага, Кеден, Боров и Ставн остаются Последняя бомба уже выпала, да и, в принципе, наверное, все, можно, друзья, здесь поздравлять команду Серьезно, Симпл просто спиноком вылетает Ставн, как же так, Саша Симпл ничего не боится, Саша Симпл убивает людей и с девайсов, и с ножа вообще просто